Напоминаю, этот ролик часть моей новой публицистической книги «Были ли Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами тайного общества ДИСК?» Она сборник моих отзывов на книги этих писателей с учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Также хочу отметить, что именно в этой книге интересная и захватывающая интрига, но конспирологии, на мой взгляд, маловато. Электронную версию моей книги можно будет приобрести на ссылке под роликом. Книга «Нефритовая страна» – это второе произведение Ричарда Блэйда. Свет она увидела в 1969 году, автор лучше зачитаю. Мэнинг Листоукс писал под псевдонимом Джеффри Лорд. На русский язык повесть, скажем так, вольно переведена в 1992 году Нахмансонову и Курмаковой. Действие повести происходит в 1968 году. Понятно, она начинается в старой доброй Англии, но потом продолжается в неком параллельном мире. Должен сразу сказать, что в плане конспирологии мне из повести удалось выловить немного. Впрочем, я это уже сказал. Интересные детали следующие. Первое пребывание Ричарда в параллельном мире, в мире Альбы, у него начались серьезные проблемы с памятью. В Альбе он почти все забыл о своем прошлом, а по возвращении из Альбы почти все забыл о том, что с ним происходило в Альбе. Лорд Лейтон счел, что это побочные проблемы, связанные с работой компьютера. Но если Ричард был действительно переброшен в Альбе, божеством, богиней Земли, то это вряд ли. Он ей там был нужен навсегда, поэтому неудивительно, что она захотела, чтобы он забыл свою прошлую жизнь. Вернее, почти забыл. Чтобы полностью забыл, было сделать нельзя, ей были нужны его знания и навыки. И прежде всего, боевые знания и навыки. Равно, как и понятно, что когда ситуация вышла из-под контроля, богиня не захотела, чтобы о ней слишком много знали в реальности Земли. Вернее, не о ней, а о ее мире. Лорд Лейтон специально занялся проблемой памяти Ричарда и сумел усовершенствовать компьютера так, чтобы тот, наоборот, усиливал память, а не делал ее хуже. Но и кроме того, он применил регрессивный гипноз. И больше этой проблемы не возникало. Но о Альбе Ричард все равно забыл слишком многое, что хочешь не хочешь, но наводит на размышления. Тем более, что регрессивный гипноз способен пробудить память о чем угодно. И то, что в данном случае даже он не в полной мере сработал, выглядит как минимум странно. Еще одна интересная деталь. В конце повести Лейтон делает вывод, что наша Вселенная не четырехмерна. Впрочем, сколько именно в ней измерений, он не уточняет. О самой повести. Интрига повести выше всех пофала, я с удовольствием ее перечитал. После перемещения Ричард оказывается почти на поле боя. Но, к счастью, именно почти. Он ведь, как всегда, оказался в этом новом мире, в чем матеря была. Это тоже важные детали. С другого мира он может перемещать в наш мир материальные предметы. В частности, он возвращается в одежде, в которой он обзавелся. Кроме того, он перемещает наш мир и то, что в данный момент находится в его руках. Но туда он перемещается почему-то только голый и босой. Причем голый и босой в прямом смысле этого слова. Суть боя. Некие кочевники, похожие на монголов, атакуют огромную стену, похожую на Великую Китайскую стену. Жители этой стены оказывают им яростное сопротивление и, кроме того, в ходе боя совершают вылазку против кочевников. И обе стороны несут очень большие потери. Ночью Ричард перебирается на поле боя, чтобы обзавестись хотя бы какой-то одеждой. И обнаруживает, что убит один человек в очень и очень богатой одежде и очень и очень богатых доспехах. Но и не мудрствуя, лукаво он облачается в эти одежды и в эти доспехи. Он не знал, что надел на себя облачение императора Великой Империи Кат. На труп императора нельзя валяться, оставить валяться в поле. Его нужно доставить во дворец, чтобы его могла похоронить лично императрица. Со всеми причитающимися почестями. Когда Ричард видит, что к нему приближаются люди, он решает притвориться мертвым. И он притворился. И в темноте его приняли за императора и, кроме того, не заметили, что он мертв. И доставили его прямо лично к императрице. Но и дальше, по обычаю, императрицу оставляют наедине с телом мужа, что и позволяет Ричарду воскреснуть, когда его никто не видит, кроме императрицы. Дальше Ричард, как всегда, оказывается весь по горло в борьбе и любви. Императрица оказывается молодой красавицей, которая к тому же люто ненавидела своего погибшего мужа. Кроме того, Ричардом сильно заинтересовалась и принцесса атакующих, Кад, кочевников. Сада великолепная. Она некрасивая, но зато очень привлекательная женщина. Кстати, императрицу зовут Лалимей. И они с Садой ненавидят друг друга и соперничают уже очень и очень много лет. К этому нужно добавить, скажу прямо, что что Сада, что Лалимей, обе сволочи хорошие. И кто из них большая сволочь, еще разобраться надо. Вот. Впрочем, Лаля, наверное, все-таки была немного лучше. И это сработало. Ричард в него, в конце концов, таки влюбился. Приключения Ричарда опять пришлось пережить невероятное множество и даже побывать рабом. Но и понятно, рабство в рабовладельческой стране, это рабство страшное по-настоящему. Боевый поединком на его долю, понятно, тоже было великое множество. Если говорить о магии, то ее в этом мире почти нет. Ричард. Единственное, кто, пожалуй, немного тянет на мага, это Шут Сады. Морфо. Карлик. Кстати, тоже более чем незаварядный человек, сыгравший большую роль в судьбе Ричарда в этой реальности. Морфо сумел почувствовать, что Ричард не из их мира. И также он сумел почувствовать, что Ричард вот-вот уйдет из их мира в свой. Вот, собственно, и вся магия Морфо. Нужно также отметить, что хотя у жителей империи Икат очень много общего с китайцами, внешность у них все-таки не китайская. У них желтая кожа, но они настолько желтые, как у наших китайцев. Кроме того, у них не узкий разрез глаз. Вот у монгов, монгольских черт куда больше. У них и более желтая кожа, и узкие глаза, но они тоже не совсем так, скажем, монголы. Они низкорослые, что, впрочем, не мешает им быть хорошими воинами. Интересная и отличительная черта этого мира – невероятное количество нефрита. Есть целые горные хребты, целиком из нефрита. Почему и нефритовая страна? Ну и кроме того, на Земле просто нет нефрита настолько высокого качества. И образец этого нефрита Ричард доставил в наш мир. Но я что-то не припомню, что он где-то всплыл, но потом, в других произведениях, этот нефрит. Впрочем, я первый раз считал эти книги более 20 лет назад. Вот, пожалуй, и все. Безусловно, рекомендую повесть к прочтению. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok